Ледовый дворец в Бресте стал первой точкой в насыщенной культурно-спортивной программе воспитанников Бытинского детского дома во время осенних каникул. Ребятам выпала уникальная возможность не просто покататься на коньках, но и выйти на лед вместе с хоккейной командой «Брест-2». Эту поездку нам организовал Российский центр науки и культуры. Они уже не первый раз приезжали к нам в гости и уже не единожды приглашают нас в город Брест. Посещаем различные мероприятия, выставки, музеи, ледовый дворец. Это развивает состоронних детей, прививает им культуру здорового образа жизни, прививает чувство патриотизма. Дети очень любят посещать такие экскурсии, ездить. Знакомство с хоккеем для воспитанников Бытинского детского дома началось с тренировки. Многие из молодых хоккеистов фарм-клуба сами живут вдали от дома и редко видят родителей. Поэтому им несложно понять ребят, живущих в детдоме. Для воспитанников же такой совместный мастер-класс со сверстниками – это мотивация. А еще яркий пример того, что успех не дарят и он не приходит. Успеха добиваются своим трудом. Мы всегда рады поучаствовать в этих благотворительных акциях, плюс показать пример детям, как породить им любовь к спорту, чтобы опять же приходили на хоккей и занимались спортом. Второй точкой культурно-спортивной программы стало знакомство с деятельностью Российского центра науки и культуры и его руководителем Юлией Семенченко. Особый интерес у ребят вызвала библиотека и кабинет директора. Не обошлось без экспромтов. В классе образовательных курсов ребята устроили урок русского языка и литературы. Мы решили, что необходимо провести ряд таких образовательных просветительских проектов, для того, чтобы рассказать ребятам о нашей общей истории, об истории Белоруссии, об истории России, о том, как мы работаем, как мы пытаемся объединить наши страны в гуманитарных проектах, в развитии нашей дружбы, наложивании мостов дружбы. Поэтому я думаю, что, наверное, для них это нужно. И при этом есть какой-то такой не только просветительский проект, но и несколько досугово-развлекательный, потому что все это интересно, все это обыграно. К слову, подобные поездки и экскурсии Россотрудничество организовывают для ребят не впервые. Бытинцы уже побывали в музее Суворова в Кобрине. В планах экскурсия в музей робототехники и посещение военно-патриотической экспозиции средней школы номер 35, учащиеся которой также дружат со спиданниками Бытинского детского дома. Мы поддерживаем ребят, мы с ними общаемся, нам очень интересно, мы с ними подружились, с ними интересно действительно говорить. Они очень общительные ребята, они хорошие собеседники. Они очень на нас с интересом смотрят, мы их пытаемся агитировать, потому что кадеты – это прежде всего защитники нашей Родины, это какая-никакая школа мужества, подготовка к жизни. Мне понравилось ледовое, там мы покатались, побили воротарям с клюшкой шайбы, мне понравилось то, что я прозабивал голы, и еще мне нравится, как мы сейчас ведем экскурсию. Делать добро несложно, считают в Российском центре науки и культуры, и теперь у Бытинского детского дома появился еще один хороший друг. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.